Привет, ребят! Короткий видосик, поговорим про засолку контрактов перед выходом финальной формы. На стриме у меня порой спрашивают, какие делать баунти, вот вам сейчас будет ответ. Зачем мы вообще делаем контракты перед каждым сезоном или дополнением? Для того, чтобы на релизе нового сезона или дополнения зайти в игру, прожать контракты, и в первые же секунды получить несколько левелов артефакта и открыть несколько модов артефакта. Это позволяет вам быстрее прокачать артефакт и получить доступ к разным прикольным штукам. Поскольку в финальной форме у нас рейты выходят уже через 3 дня после релиза аддона, то подготовка так и так будет в принципе экстремальной. Поэтому засолка баунти здесь будет очень даже уместна. Какие баунти нужно делать? Здесь, ребята, не будет каких-то откровений по поводу контрактов, но поскольку у меня порой спрашивают, то пускай будет видосик. Как засоливать баунти лично я и что нужно делать? Во-первых, вы должны сделать как можно больше недельных контрактов. Они дают вам 12 тысяч опыта. Это максимум, который вам может дать какой-либо контракт. Какие баунти можно сделать? Во-первых, это контракты города Грёз. В городе Грёз у нас есть всего 7 контрактов. Один контракт у нас связан с закрытием колодца, вот этого слепого, и второй у нас связан с выполнением высших испытаний. Всего у нас есть 6 высших испытаний, они появляются каждую неделю. Поэтому вы спокойно летите к PetRevenge и с каждым ресетом делаете контракты на высшие испытания. Вторые контракты, которые стоит обязательно посмотреть, это клановые баунти. Да, вам нужно находиться в клане внезапно. У Сурая есть 8 контрактов. Один контракт связан с Nightfall, один с Рейдом, три с Гамбитом и три с Гарнилом. Как обычно, я делаю баунти, чтобы они делались более быстро. Перед ресетом во вторник или, допустим, в понедельник, я забираю у Сурая все контракты, потом наступает ресет, я беру новые баунти и иду их делать. Потому что порой бывает так. Перед ресетом я забрал баунти, допустим, на 10 матчей в Гамбите. И после ресета я взял контракты на 4 победы в Гамбите. То есть я смогу за одну игровую сессию сделать сразу 2 контракта. Это экономит время. У Сураи, правда, есть рандом. Там нету какой-либо ротации у баунти. Поэтому тут как повезет. Дальше у нас идет Европа. На Европе у нас есть контракты, связанные с охотами имперскими. И один контракт, который связан с сильными секторами, паблик-ивентами и вот это все. С патрулями тоже. Вы их успеете сделать. Один контракт на патрули и второй на имперскую охоту. И так вы делаете 3 недели. Дальше у нас идут баунти с Луны. Там у нас есть 2 контракта у Эрис Морн недельных и 2 контракта у Лектюрна. Они тоже быстро делаются. Дальше у нас идет контракт Нибуса на получение ресурса для уникальной миссии. И последние контракты у нас это Космодром у Шоу Хана. Еще есть контракт Зура, который тоже является викликом. Там в принципе любой. Но лучше делать самый жирный. Это у нас все виклик-контракты. Когда вы их все сделаете, то ждите спокойно неделю, ждите последнюю неделю сезона. На последнюю неделю, когда вы сделаете все виклики, идите делайте как можно больше дейликов. Я всегда делаю только планетарные дейлики. Почему именно планетарные? Иногда Банжи у нас меняют контракты, и они могут пропасть. Там поменяли какое-то условие, там просто удалили, не суть. Планетарные баунти Банжи никогда не трогали. Поэтому эти контракты у вас точно сохранятся. Самое главное, это не делайте контракты-завалы Шакса и Скитальца, потому что они в Файнал Шейпе у нас исчезнут. И, само собой, не делайте баунти, которые можно брать бесконечно, потому что они дают мало опыта. Так что на деле все просто. Делайте все виклики, и потом, там за неделю до выхода Файнал Шейпа, вы все заполняете деликами. Я заполняю, как правило, 60 слотов, чтобы 3 слота у меня были выделены под новые квесты. Потом я лечу на ЕДС с какими-то игроками в боевой группе. Мы получаем бонус опыта боевой группы. В Призрака вы вставляете, разумеется, мод на бонусный опыт, прожимаете контракты, и вы кайфуете. Если вы начнете засаливать баунти прямо сейчас, то вы себе накопите, наверное, примерно уровни 17-18 в Файнал Шейпе. Это уже неплохо, и это поможет вам быстрее подготовиться к ряду. Балдеж, балдеж, до связи.